В мире существует сотни разнообразных пород собак, каждая из них по-своему удивительно необыкновенно. Мы собрали для вас только самые уникальные и необычные породы, о которых, вероятно, многие из вас даже не слышали. Ну а пока мы начинаем, поставьте лайк этому видео и мы будем рады вашей подписке. Новогвинейская поющая собака. Есть веская причина, почему их называют новогвинейскими поющими собаками. Их вой отличается от всего, что вам доводилось слышать ранее. Но если вы сможете увидеть такую собаку на видео, то вряд ли сможете услышать ее лично. В Новогвинее это исключительно редкие и дикие собаки. Новогвинейская поющая собака очень древние псы. Их предки отделились от общесобачьего дерева 30 тысяч лет назад. И уже 6 тысячелетий они строят свой маленький рай в Новой Гвинее. За это время они стали настолько сильно отличаться от других представителей собачьего народа, что ученые выделили певчих псов в отдельный подвид волка. Маленькие, до 40 сантиметров холки, худенькие, весят не больше 15 килограммов. Животные отдельно приспособились к жизни в горных лесах. Особое крепление мускулатура к позвоночнику сильно снизило их выносливость и скорость бега. Зато дало прямо-таки кошачью гибкость и ловкость. Добавьте к ней широкую мощную челюсть с поволчьей крупными зубами и получите опасного пса, способного достать добычу даже на деревьях. Но самой приметной чертой диких хороших мальчиков пение. Это пение напоминает смесь из воя полицейской сирены и скрипа. Пением это назвать довольно-таки сложно. Поющие собаки не разучились выть или лаять, но всем остальным вокализациям они предпочитают именно эти ушераздирающие звуки. Вопли, вызывающие сердечный приступ и кровотечение барабанных перепонут привлекли внимание одного джентльмена, что в середине прошлого века отловил и вывез парочку новогвинейских псов в Австралию. С тех пор их принялись активно разводить и одомашнивать, но справляются с этим люди на слабую троечку. Представьте, каково услышать такие вопли, когда ты находишься в горных лесах. Рущие псы очень дружелюбны к человеку, отличаются завидным здоровьем и идеальной генетикой, но очень тяжело дрессируются. Гвинейский пёс значительно чрезмерно жизнерадостен и гиперактивен, так что ему физически тяжело спокойно выполнять команды. Добавьте к этому врожденную дикость, и вы осознаете, что проще будет выдрессировать вашего домашнего котика, чем это меховое чудо. Лаготта романьола. Уникальная итальянская порода, которая практически вымерла, если бы группе субаководов не удалось бы ее сохранить. Второе название итальянская водяная собака. Есть определенные особенности внешности. Это трудонамокаемая и хорошо очищающаяся шерсть, лапы с хорошими межпальцевыми перемычками, уши, которые защищены от попадания воды. Как гласит история, в давние времена эти собаки были любимцами моряков. Они не только выполняли охранные функции, но и были отличными связными, так как передавали сообщения с парочников на берег. Уже с 17 века песиков стали привлекать к охоте. У них отлично получалось вылавливать из воды подстреленную птицу. Специалисты сравнивают данную породу с ретриверами, благодаря превосходному нюху, азарту и способности быстро приносить необходимые предметы. С течением времени местность, где обитали лаготта романьола, изменилась. Там появились пахотные земли. Соответственно, охота стала уже не столь развитой. Это привело к тому, что необходимость в охотничьих функциях собаки отпала. Однако им быстро нашли другое применение. Основной задачей стал поиск трюфелей. Поэтому у собаки есть третье неофициальное название – трюфельная собака. Чутье у песиков выше всяких похвал, за счет чего они способны находить грибы на порядочной глубине, которая составляет до 60 сантиметров. Имеются отличительные особенности, которые присущи этой породе. Такие псы имеют средний размер и достигают 46-48 сантиметров высоту. А вес колеблется от 14 до 16 килограммов. Они очень пропорционально сложены, а костяк достаточно легкий. Собаководы отмечают внешнее сходство такими породами, как вассерхаунд, барбет и испанская водяная. Лаготта романьола отличается широкой мордочкой и стоячими треугольными ушами. У них хорошо развитые зубы, очень крепкие челюсти, глаза имеют коричневый оттенок, на насыщенность которого оказывает влияние интенсивность основного окраса. Стандарт породы – шерсть средней длины, очень густая и кучерявая. Имеется водонепроницаемый прошерсток, которому животное хорошо переносит холодные температуры и влажность. Собаку требуется регулярно стричь, иначе будут образовываться колтуны. Окрас имеет преимущественно коричневый оттенок, от темных до светлых тонов. Собаководы отмечают дружелюбный нрав этих собак. Они очень привязаны к членам семьи, ненавидят одиночество, требуют внимания и ласки. Кроме того, лаготта романьола очень деятельны, отличаются трудолюбием и сильно ориентированы на человека. Они не проявляют агрессии, нетрусливы, эмоционально устойчивы и коммуникабельны. Что касается поведения в домашних условиях, можно отметить спокойствие этих песиков. Они не громят квартиру и не портят вещи, находясь в одиночестве. При этом возвращение хозяина даже после недолгого отсутствия становится настоящим праздником. Собачки очень любопытны и с удовольствием исследуют территорию, находясь на прогулке, обожают играть и двигаться. При этом посторонним людям недоверчивы, но быстро идут на контакт. Если собака живет в семье, она выделит среди домочадцев хозяина, но существенное поведение от этого не изменится. Ко всем членам семьи лаготта романьола относятся с нежностью и любовью и хорошо слушается каждого из домашних. Любят детей, способны проводить с ними длительное время, с удовольствием играют с малышами и подростками. Кроме того, спокойно реагируют на других домашних животных, не враждуют с кошками и лояльны по отношению к более мелким питомцам. Что касается воспитания и дрессировки, проблем с этим обычно не возникает. Этому способствует ум и сообразительность собачек. Они очень контактные, стараются угодить хозяина, поэтому быстро и с удовольствием выполняют команды и хорошо их запоминают. Афин Пинчер – крошечная собака-компаньон, выведенная изначально для ловли крыс, но, честно говоря, она похожа на эвоков из «Звездных войн». Помимо довольно молодых пород собак, которые сегодня содержатся человеком в качестве домашних питомцев, среди заводчиков не менее популярными остаются животные с многовековой историей. К ярким представителям таких четвероногих товарищей следует отнести Афин Пинчеров. Собаки примечательны своим экстерьерными качествами, а также уникальными особенностями характера. Визитной карточкой этой породы является их внешность. Собаки представляют собой небольших по размеру питомцев, с мордочкой схожие с растрепанной обезьянкой. Экзотический экстерьер дополняет активным нравом, а в некоторых случаях даже вредным характером, что выделяют в качестве плохой стороны Афин Пинчеров. Однако даже при наличии таких особенностей животное способно завоевать любовь заводчика. Кроме того, четвероногий друг выделяется отменными рабочими характеристиками. Обезьяний Пинчер был выведен в Германию. Основным предназначением собак этой породы в то время была охота на грызунов. Немецкие фермеры очень часто заводили животных с целью борьбы с крысами и мышами, которые уничтожали запасы продуктов и зерновых. В роду Афин Пинчеров присутствует несколько разных карликовых пород собак, которые и определили своим потомкам отменную реакцию и ловкость. Упоминания о таких необыкновенных по внешнему виду животных можно найти на полотнах, датируемых 15 веком. Позднее собаки стали использоваться не только в качестве охотников за грызунами, но и в роли охранников территории. Пик популярности породы пришелся на 19 век. Именно в этот период заводчики немецких четвероногих питомцев стали объединяться в сообщество, а также устраивать выставки чистокровных собак. Питомцы этой породы имеют среднюю продолжительность жизни. Как правило, при хорошем уходе животные могут прожить порядка 15 лет. Афин Пинчеры славятся своим здоровьем, однако могут страдать от некоторых генетических болезней. В процессе знакомства с внешним миром животные этой породы демонстрируют любознательный нрав, а также позитивный и игривый настрой по отношению к человеку и другим питомцам. Афин Пинчеры очень любят находиться в центре всеобщего внимания, но вместе с этим охотно идут на контакт с маленькими детьми, разделяя с ними не только досуг, но и отдых. В процессе содержания четвероногих питомцев необходимо избегать небрежного отношения к ним. Довольно настороженно Афин Пинчеры идут на контакт с посторонними людьми. Заводчики отмечают, что собаки могут поладить с другими питомцами в доме, будь то собака или кошка. Однако излишняя активность и желание лидировать могут спровоцировать регулярные ссоры и драки. Содержать Афин Пинчера и грызуна в одном жилище категорически запрещено, поскольку собаки не утратили своих врожденных охотничьих инстинктов. Питомцы будут активными и игривыми вплоть до самой старости, а во время прогулок животные демонстрируют хорошую выносливость, поэтому в сопровождении с такими собаками можно ездить на велосипеде или роликах. Собака очень любознательна, поэтому требует обязательной дрессировки. Также животное рекомендует выгуливать только на поводке, разрешая свободный выгул лишь на огороженных территориях. Афин Пинчеры выделяются хорошим развитым интеллектом, поэтому могут выполнять не только запрещенные и разрешенные команды, но и некоторые трюки. Малоопытным заводчикам рекомендуется прибегать в помощи специалистов по обучению собак. Каталбурун. Каталбурун или так называемая двуносая собака, одна из самых молодых и плохо изученных пород. Из-за невысокой популярности она не признана ни в одной кинологической ассоциации, но уже имеет поклонников. Вот только купить такого щенка не только дорого, но и довольно проблематично. Для этого нужно специально ехать в турецкий город Тарсус, родину этих удивительных собак. Первое документальное упоминание о каталбурунах или другой транскрипции «Чаталбурунов» относится к 17 веку. Уже тогда жители турецкой Килики использовали их прекрасный нюх для охоты, но каким образом произошла порода неизвестно. Мнения ученых расходятся. Некоторые кинологи считают, что предком собак-велконосов, так их называют на родине, были древние испанские пойнтеры Пердиига Навара. Согласно этой версии, они попали в Турцию в конце 13 века, когда Испания находилась под властью арабского халифата. Они понравились киликийским крестьянам и прижились в их местности. По мнению другой группы ученых, турецкие пойнтеры произошли в результате редкой генетической аномалии, которая неожиданным образом закрепилась и сегодня считается визитной карточкой породы. Особое чутье, присуще этим необычным собакам, позволяет жителям Торсуса считать их лучшими охотниками. Особенно они незаменимы при охоте на куропаток и другую пернатую дичь. Но популяция велконосов по-прежнему малочислена. Даже у себя на родине насчитывается немногим больше 300 особей. А за пределами Турции можно обнаружить всего несколько человек, которым принадлежат двуносые турецкие пойнтеры. Порода нигде не зарегистрирована и не признана, но энтузиасты не оставляют надежд и проводят эксперименты, позволяющие закрепить породные признаки и вывести единый стандарт. Теперь давайте рассмотрим особенности двуносой породы. Как мы уже говорили, главным отличительным признаком каталбуруна является раздвоенная мочка носа. У некоторых особей ноздри могут вообще не соприкасаться. На самом деле половинки носа вовсе не раздваиваются, они срастаются на уровне эмбрионального развития собаки. Считается, что эта аномалия стала основной причиной тонкого обаяния турецкого пойнтера. С самого начала существования породы эти псы, благодаря своему чувствительному носу, были непревзойденными охотниками. Их удивительный нюх и сегодня используют в сезон охоты. Для самого питомца это скорее игра, которая, впрочем, прекращается, как только обнаружен объект охоты. Собака сразу становится собранной и сигнализирует о находке знаменитой стойкой, характерной для пойнтеров. Водная стихия каталбурунам не страшна. Они прекрасно плавают и способны находиться в воде долгое время. Поэтому эти собаки особенно ценны в охоте на пернатую дичь. Турецкие пойнтеры очень подвижные и энергичные собаки. У владельцев зачастую возникает ощущение, что питомцев внутри стоит вечный двигатель. К этой черте характера нужно отнестись с пониманием и запастись огромным терпением. Ведь в своей суетливости каталбурун бывает достаточно надоедлив. В обычной обстановке они очень дружелюбны и миролюбивы. Прекрасно находят общий язык со всеми членами семьи, особенно с детьми, для которых станут прекрасными товарищами по играм. Незнакомцам относятся достаточно настороженно, но как только человек введен в ближний круг, становится самым лучшим другом. Агрессивность каталбурунов возможна только в том случае, когда собака бесцеремонно вторгается на его территорию. Но это касается только других псов. С домашними питомцами каталбурун ладит отлично. Особенно если был социализирован в раннем возрасте. Для кошек он вообще самый лучший друг. Чего не скажешь о пернатых любимцах. Тицах турецкий поинтер подсознательно видит объект охоты, поэтому не стоит держать их вместе. О генетических заболеваниях, присущих породе, говорить еще рано. Однако владельцы отмечают, что каталбуруны редко болеют. Это объясняется развитием породы, происходящим в естественных условиях. Благодаря чему успел сформироваться отличный иммунитет. Вот таким необычными собаками может похвастаться Турция. Однако заводить ее стоит только заядлым охотником. Другим хозяевам каталбурун доставит множество неудобств и сам будет страдать от запасов нерастраченной энергии. Чонцэнь. Чонцэнь или китайский бульдог относится к числу самых редких пород. И даже на территории Китая поголовье этих необычных собак насчитывает лишь несколько сотен. Уникальность чонцэна состоит прежде всего в том, что их генофонд не содержит крови других пород, из-за чего китайских бульдогов считают примитивной популяцией. Издревле таких животных ценили за преданность хозяину, бесстрашие и навыки отличного охотника. История появления породы чонцэн уходит корнями в далекое прошлое. Однако китайских источников информации об ее происхождении мало. Известно лишь, что собаки являются выходцами из окрестностей города Чонцэнь, провинции Сычуань. А впервые упоминания о них относятся к третьему веку до нашей эры, к временам правления династии Хань. В то время на территории Китая просветало животноводство, и предки современных Чонцэнь помогали крестьянам пасти стада и охраняли их имущество от набегов кочевников. Причем для сторожевой и охранной службы отбирались исключительно самые выносливые и бесстрашные собаки. Остальных же просто съедали. В результате на разведение опускались только самые сильные и крепкие представители породы, которые передавали потомкам свои лучшие рабочие качества. В первой половине 20 века популяция китайских бульдогов находилась на грани исчезновения, и сохранилась она благодаря энтузиастам и истинным ценителям породы. Лишь в конце столетия китайские кинологи обеспокоились сохранением Чунцэна и начали проводить активную работу по восстановлению породы. И на сегодняшний день стараниями кинологов и заводчиков численность мировой популяции удалось поднять до 2000 особей. Большой вклад в развитие восстановления породы вносят американские специалисты, которые, несмотря на непризнание Чунцэна Международной кинологической федерации, активно продвигают и популяризируют эту самобытную породу. Что касается прародителей китайского бульдога, то единого мнения в кругах специалистов на этот счет нет. Мольшинство из них опирается на визуальное сходство с некоторыми другими породами из Китая и предполагает наличие у них одного общего предка. На сегодняшний день позволить себе покупку из содержания китайского бульдога могут немногие. Это обусловлено малым количеством питомников, которые можно пересчитать по пальцам, и слишком высокой стоимостью щенков. Цена на них начинается от 3700 долларов США и нередко достигает 4500. Более того, купить настоящего Чунцэна можно только в Китае, либо в Америке. Причем китайские заводчики, прежде чем продать щенка, требуют документы, подтверждающие наличие у покупателя собственного дома и средств, необходимых на содержание собаки. Китайский бульдог представляет собой среднюю по размеру атлетичную сложную собаку, напоминающую по своему телосложению американского питбуля. Животное имеет довольно рельефные мышцы, отчетливо проступающие через эластичную кожу с короткой шерстью. Что касается предназначения породы, то она относится к категории охотничьих и охрано-сторожевых собак. Однако в последнее время наметилась тенденция содержания Чунцэна в качестве компаньона и даже поводыря. Также следует отметить, что собака относится к разряду долгожителей и легко доживает до 20 и более лет. Чунцэн отличается высоким интеллектом, равновешенным характером, однако на чужих животных и домашнюю птицу реагирует очень агрессивно, что объясняется его охотничьими инстинктами. Поэтому даже хорошо знакомых собак в гости лучше не приводить. Хотя на нейтральной территории пес с удовольствием будет играть с этими же собаками и не выкажет им даже намека на подозрительность и недоброжелательность по отношению к ним. Отдельная тема отношений с детьми. Несмотря на то, что некоторые заводчики причисляют Чунцэнам чуть ли не к нянькам обид и издевательств от ребенка, они не прощают и вполне могут дать малолетнему обидчику серьезный отпор. Если же ребенок настроен доброжелательно и не обижает питомца, то Чунцэн в ответ готов терпеть бесконечные игры малыша и даже принимать в них участие. Поэтому при появлении в доме такого пса с ребенком необходимо провести разъяснительную беседу и рассказать правила поведения с новым членом семьи. Вот такой у нас получился рейтинг самых странных и редких пород собак. На самом деле удивительных и редких пород значительно больше и возможно в будущем мы дополним его новой пятеркой потрясающих животных. А какие породы собак выделили бы вы? Ответьте в комментариях. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы скоро вернемся к вам с новым интересным списком ТОП-5.